Привет всем, ребят! Сегодня мы начинаем цикл наших с вами обзоров по стеклам, защитным стеклам на Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Snapdragon 636 и двойная камера сзади. Сегодня первым мне попало в руки это самое дорогое стекло от фирмы iMac. iMac Pro. Оно называется и стоит на Алиэкспрессе на том же от 9 долларов. В комплекте такая коробка, салфеточки и само стекло. Стекло выглядит вот так вот. Подложку 5D с бриллиантом использует эта фирма, в принципе, как и многие другие стекла. Во многих можно увидеть. Подложки эти закупаются отдельно, поэтому здесь не показатель, какая подложка, разницы нет никакой. Это так называемое 5D стекло, которое клеится всей поверхностью за счет электростатики экрана смартфона. Ну, что называется, клей по всей поверхности. И оно, по идее, все так же не скруглено, а просто воздушные рамки скрываются вот этими вот черными нашими рамками. Воздушные зазоры скрываются черными рамками. То есть, все стандартно, новое поколение стекол решили пойти таким путем. В принципе, это хорошо. Не так, как прошлые стекла, которые клеятся только лишь по периметру. Процедура поклейки, наклейки, одинаковая, все то же самое, что и всегда. Протираете тряпочками, если экран грязный, то сначала мокрой, потом сухой. Самое главное, чтобы не было пыли. Идеальная защита от пыли, убирания пыли, это вот эти вот дастеры. Не забывайте, что из-за этой подложки, во время транспортировки, изготовления этого стекла, пыль может попасть прямо под стекло. Тогда что делать? Срываете его отсюда, и можно использовать какой-нибудь скотч, не сильно крепкий. Скотчем ее, так же, как этим, либо этим дастером. Поотрывать оттуда пыль, если вы видите четко, что пыль там, в середине. И клеить стекло. Ну, села, но, как всегда, в таких стеклах не до конца. Потому что рамки, они составляют как бы не единое целое, а есть какой-то у них стык. Поэтому воздух практически всегда полностью не выгоняется. Достаете любую кредитную карту и заворачиваете ее в тряпочку. Вот так вот, чтобы со стеклом ничего не произошло. И начинаете выгонять воздух. Немножко подрывать можно стекло в том месте, где оно не приклеилось. Такими манипуляциями нужно действовать, пока стекло полностью не превратится в хороший вариант. Наклеил стекло, и что я вам хочу сказать. По качеству стекла, по олеофобному покрытию, по крайней мере, в первый час использования, все нормально. Олеофобка есть, насколько ее хватит, неизвестно. Но в таких стеклах она похуже будет, чем в прозрачных. Полностью прозрачных здесь технология сложнее нанесения олеофобного покрытия последнего слоя. Приклеилось по углам, все хорошо, поддеваться, поддираться ничем не будет. Но, что мне не понравилось. Во-первых, смотрите. Вот пузырек, вот-вот. Здесь, в принципе, нету. И вот это, я думал, попалась мусоринка, ворса. Снимал стекло назад, пробовал подрывать его чем-нибудь и скотчем, и вот этим даст абсорбером. Но не получается, и похоже, что это брак литья. Именно внутри самого стекла, на каком-то из слоев попалась какая-то ворса. И выгнать ее не удается. Ну, здесь ничего не поделаешь. Конечно, не критично, но мозолить глаза будет постоянно. Стекло мне довольно-таки непонятно, все-таки, технологии его изготовления. Вот это тоже. Там, где пузырьки, как будто маленькие-маленькие волны. Здесь нету ничего. Ни ворсы, ни мусора никакого. Тем не менее, именно как-то пупырчат, оно не приклеивается. И видно, что там есть такая маленькая изогнутость. То же самое и здесь. Почему именно в этих местах приклеивается, остается воздух и не приклеивается стекло. Наклеите вы его, ну, будет плоховато. Не за такие деньги, не за 8 долларов. За 8 оно должно было быть просто божественным, что называется. Стекло Аймак за 8 и дороже долларов покупать вам я бы не советовал. Возможно, это просто попалось немножко бракованное. Но ничего здесь сверхъестественного и сверххорошего, чтобы платить такие деньги, нету. Это однозначно. Я еще попробовал поклеить-переклеить. Посмотрим. Сообщу вам в следующем видео. Ну, судя по всему, хорошего уже ничего здесь не получится. Все, счастливо, ребят. До встречи.